Здравствуйте! В эфире программа «Дело номер». Как всегда в начале новой недели, все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. О совершении в Кустонайской области трех убийств стало известно в последние дни. Один случай произошел в Аркалыке. Там была изнасилована и убита 53-летняя женщина. Труппетит из трехлетней женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен полицейскими 23 сентября. На шее, которая была обмотана скотчем, имела срезанная рана. На лице гематома руки были связаны капроновой веревкой. Часть одежды на теле отсутствовала. Полицейские задержали двоих подозреваемых, которые уже дали признательные показания. Одному из них чуть более 20 лет, другой несовершеннолетний. Оба состоят на учете у врача-психиатра. Как выяснилось, преступление было совершено днем раньше. Один из задержанных признал, что убил женщину после акта изнасилования. На месте преступления изъят самодельный нож, сотовый телефон, бутылка из подводки. Убийство жителя Затоборска было совершено 21 сентября. 42-летний мужчина скончался от многочисленных ножевых ранений. За официальной информацией мы обратились в пресс-службу ДВД Кустанайской области. Как рассказали сотрудники ведомства, 21 сентября в Кустанайский РУВД обратился житель Затоборска, который сообщил, что убил своего знакомого. По словам 22-летнего молодого человека, убийство было им совершено в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры. По данным полиции, потерпевшему было нанесено более 10 ножевых ранений, два из которых пришли с живот. Мужчина скончался на месте. Явившийся с повинной мужчина арестован и помещен в изоляторе беременного содержания. По факту убийства полиции возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Лисаковске была убита 83-летняя пенсионерка. Преступление было совершено 28 сентября. Тело женщины 1933 года рождения обнаружено в ее квартире. В ДВД Кустанайской области прокомментировали информацию о ходе расследования. По данным сотрудников ведомства, подозреваемый в совершении убийства пенсионерки, был установлен и задержан 29 сентября и доставлен в городскую больницу в связи с получением травмы. Он выпрыгнул из окна третьего этажа и травмировал ногу. На ограбление банка пошел жених из Рудного, чтобы отметить свадьбу. Молодого человека задержал охранник финансового учреждения, когда тот пытался похитить 800 тысяч тенге. Клиент Каспий банка хотел получить кредит, но однако ему отказали в выдаче кредита. После чего он взял пистолет и совершил навооруженное нападение. Но сотрудник частной охранной организации задержал вовремя и вызвал сотрудников полиции. Прибывшим полицейским задержанный рассказал, что деньги хотел потратить на проведение свадебного торжества. Теперь 26-летний жених понесет ответственность за совершение разбоя. Местному ВВД по данному факту было возбуждено уголовное дело и ведется досудебное расследование. И еще нескольких злоумышленников задержали руднинские охранники. С магазина хотели снять видеокамеры наружного наблюдения, однако сотрудники частной охранной организации также задержали преступников и доставили сотрудников полиции. Все эти охранники были поочленены денежной премией и благодарственными письмами. Приговор вынесли к сотруднику управления автодорога Кемата Кустанайской области. Юрий Григоренко признан виновным в том, что выступил посредником при получении взятки. Напомним, согласно материалам дела, в областное управление пассажирского транспорта и автодорог поступило обращение ТО Нуржарых сервис по замене белорусского светофорного оборудования на казахстанское, хотя оно и не соответствовало проектно-сметной документации. Григоренко, как и его начальник джинсиитов, был знаком с проблемами, возникшими при согласовании с проектной организацией. Он помог своему руководителю договориться и получить взятку в 2 миллиона тенге от директора ТО Нуржарых сервис. За это чиновники помогли предпринимателю и одобрили заявку на проведение работ. Деньги Григоренко взял 17 августа и передал их джинсиитову на Оликольской трассе в районе пригородного поселка Мичурино, где оба чиновника были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы. Как и начальник, приговор которому был вынесен неделей ранее, Григоренко был арестован в зале суда. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с конфискации имущества с пожизненным решением права занимать должности на государственной службе с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Обвиняемый в совершении коррупционного преступления бывший директор Кустаневского казахского театра «Драма» Нурлан Ерекешев не узнает свою подпись в платежных документах. Расчет на кассовые ордера изучается в ходе процесса по делу о хищении в учреждении культуры более 160 миллионов тенге. Люди, которым по этим ордерам якобы выделялись деньги, вообще заявляют, что далеки от искусства и никаких финансовых отношений с театром никогда не имели. На процессе побывала наша съемочная группа. Очередную группу свидетелей по делу о совершении коррупционных преступлений в Кустаневском казахском театре «Драмы» допросили в городском суде номер 2. Напомню, согласно обвинению бывший директор учреждения Нурлан Ерекешев, умышленно в группе лиц совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение. В группу, кроме него, входили главный бухгалтер театра Гульзада Бектурсынова и бухгалтер-кассир Манслу Культаева. Чтобы скрыть хищение бюджетных средств, последние умышленно вносили в расходно-кассовые ордера заведомо ложные сведения о выдаче денег вымышленным лицам. Как выяснилось, некоторые лица все же реальны, и их пригласили на процесс в качестве свидетелей. Например, замдиректора детской и юношеской спортивной школы номер 3 Надежды Вельман, на которую выписано целых три ордера. В ходе средств вам для обозрения представляли расходно-кассовые ордера, в которых находятся ваши подпись. Тем не менее, на имя Надежды Вельман, только по одному ордеру, датированному 2013 годом, выписано более 200 тысяч тенге. Денег свидетель, по ее словам, не получила ни по этому документу, ни по двум другим, на которых якобы стоит ее роспись. Кстати, о том, что документы подписаны не его рукой, заявил и подсудимый Илья Кешев. Подпись в расходном кассовом ордере номер 92 от 27 февраля 2013 года. Ваша стоит? Нет, не моя. Не ваша, да? Расходный кассовый ордер номер 490 от 28 октября 2013 года. Ваша подпись стоит? Нет. А вот двое других подсудимых Бектурсынова и Культаева подтвердили, что ордера подписаны ими собственноручно. Среди допрошенных свидетелей были и бывшие заведующие литературной частью театра и даже техничка. Последнее обвинение спрашивало о том, как часто она по поручению секретаря Ильи Кешева ходила в магазин за пирожными, пирожками и обедами. И кто давал ей на это деньги? На процессе еще предстоит допросить почти полтора десятка свидетелей. Безработные и бывшие заключенные все чаще идут на преступления. В Кустанай участили случаи краш из квартир и автомобилей. Меры по профилактике таких преступлений считают в прокуратуре города недостаточно эффективны. Более 50 совершенных в Кустанай преступлений кражи об этом сообщили в прокуратуре города. В областном центре значительно выросло количество краш из квартир, из автомобилей и даже краш скота. Меры, принимаемые полицейскими по сокращению таких преступлений, считают в прокуратуре недостаточно эффективными. За 8 месяцев текущего года по городу зарегистрировано 8178 уголовных правонарушений. Из них 4165 – это кражи чужого имущества. Таким образом, практически каждое второе преступление на территории города связано с хищением чужого имущества. Немало преступлений совершается безработными или бывшими заключенными, поэтому сейчас ведется активная работа по их трудоустройству. По трудоустроенным лицам, освобожденным из мест лишения свободы, проводится ежемесячно. К сожалению, эти показатели у нас недостаточно активны и хороши, и работа в этом направлении будет продолжена. Выросло на 57% количество краж из квартир. Чаще всего это происходит в рабочее время, когда никого нет дома. Преступники подбирают ключи, взламывают двери и замки или выдавливают окна. В 88 случаях только в этом году кражи были совершены, потому что двери в квартиры были открыты. Чтобы сократить количество краж из квартир, считают в прокуратуре, к устанайцам рекомендуют устанавливать решетки на окнах и камеры видеонаблюдения во дворах. Нередко совершают кражу из автомобилей, но крадут уже не радиомагнитолы. Наиболее распространенными объектами хищения являются из салонов сотовые телефоны, портмоне, барсетки и женские сумки. Чаще всего это происходит на неохраняемых стоянках и во дворах жилых домов. На сегодняшний день в городе расположено 68 платных автостоянок, из них 5 крытых. Однако даже их услугами пользуются не все горожане в связи с материальными трудностями либо отдаленным нахождением от места проживания. Чтобы снизить количество подобных преступлений в Кустанай, прокуратура города разработала памятки. Они рассказывают, как уберечь себя или свое имущество от мошенников и что делать, чтобы не стать жертвой преступления. Такие брошюры будут распространять участковые и через ПКСК. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас ровно через неделю. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Продолжение следует...